Ты что, на говна ничего не видишь? На говна ничего не видишь. Глаза упала. Упала. А как же ты играть? Шаг есть. Сука ты. Да ничего не сделаешь. Глаза упала. Глаза упала. Живот спал. Я себя подруги. Доброго здоровьица. Таким вы редко меня видите. Начались 7-е сутки сухого голода. Все что я пишу. Я стараюсь пройти. Чтобы узнать. Как это работает. Так что посмотрите. Знания даются не так то просто. А. Большим волевым усилием. Ну не говоря о том. Что и терпения надо иметь. Достаточно. Для того чтобы узнать. Что как работает. И потом получить положительный результат. Хочется сказать. Что я с вами. Доброго здоровьица. По привычке. Восьмые сутки подходят к концу. Стал пить в воду. Чувствую себя лучше. Потихоньку работаю. Не сижу. Сегодня я почувствовал. Что мне это сделать удалось. И это ни с чем. Несравнимо. Все это вышло на десятые сутки моего голода. Идут двенадцатые сутки голода. Самочувствие нормальное. Что я хочу вам сказать. Тем кто. Серьезно хочет заниматься. Голоданием. Это. Голод. И урина. Значит. Если вы будете голодать на урине. То есть. Не обязательно ее выпивать всю. Ну. По крайней мере. Когда вы начинаете голодать. И употребляете ее внутрь. Допустим. С утра. Там. Где-то в обед. Вечером. То вы по ее вкусу. По ее цвету. Видите. Как у вас идет. Расшлаковка организма. Сначала. Выходят. Такие. Шлаки. Жгучие. Вы чувствуете. Что. Вот. Она так. Все. Буквально. Как кислота. Выжигает. По мере. Подвижения. Голода. Шлаки. Выходят. Они становятся. Более. Такие. Не едкие. А более. Такие. Кислые. Вот. Когда человек употребляет. Урину. Работает. Кишечник. Она действует. Как. Такое. Слабительное средство. Это. Большой. Вот. Почему. Большой. Плюс. Употребление. Там. Урины. Значит. Лично. Я. Использую. Урину. Помимо. Помимо того. Допустим. Внутрь. Я. Еще. Делаю. С ней. Клизмы. На чем. Это основано. На том. Что. Вы. Можете посмотреть. На. Мой. Язык. Вы. Видите. Какой. Он. Белый. На. Длительном. Голоде. Если. Считать. Сухое. Голодание. Который. Я. Уже. Прошел. Семь. Суток. Каждый. День. За три дня. Это уже. Двадцать один день. И. Плюс. Вот. Остальные. Это уже. Приблизился. Где-то. Сколько. Суткам. Двадцать один день. И. Двенадцатый. Еще. Значит. Пять дней. Это уже. Двадцать пятые сутки. Ну. Они. Начались. Двадцать пятые сутки. Голода. Что. Наиболее. Наиболее. Трудно. Именно. В это время. Я. Вам. Показал. Свой. Язык. Оказывается. Если. Мы. Не делаем. Никаких. Очистительных. Клизм. То. В основном. Рашлаковка. Идет. Через. Легкие. И. Носоглотку. Язык. Обложен. Более того. Во рту. Сухо. И. Когда вы голодаете. Допустим. Неделю. Ну. Это еще. Можно. Но. Когда вы голодаете. Три. Четыре. И. Более. Вот. Эта. Вот. Сухость. Во рту. Эта сухость. Во рту. Начинает. Вас. Раздражать. И. Она. Начинает. Вас. Выматывать. Наибольшим образом. Я. Вам. До этого. Показывал. Что. Вы. 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 Брасываетесь. С помощью. Очистительной. Клизмы. Это. Должно. У вас. Всосаться. В кровь. Из. Желудочно-кишечного. Тракта. И. Будет. Выходить. Через. Опять. Таки. Язык. И. Носоглотку. То есть. Это. Такая. Большая. Нагрузка. Которая. Ну. Просто. Напросто. Вас. Измотает. Поэтому. Чем я занимаюсь. Я. Беру. Уринку. Вот. Уринка. Видите. Какая. Она. Уринка. Вот. Эту. Уриночку. Я. Набираю. Вот. Такую. Грушу. Резиновую. И. Примерно. 100 миллилитров. И. Делаю. С. Уриной. Две. Такие. Микроклизмы. Уточка. Урина. Заходит. В. Кишечник. И. Вызывает. Послабление. Почему. Я. Склонен. К. Урине. Потому. Что. Это. Наша. Жидкость. Из. Ничего. Организма. Ничего. В ней. Такого. Нет. Чужеродного. Там. Если. Там. Брать. Воду. Я. Раньше. Правда. Делал. Очистительные. Клизмы. Двух. Литровые. Ну. Потихоньку. От этого. Ну. Как бы. Сказать. Не. Отказался. А. Перешел. Такое. Значит. Урина. Является. Нашей. Жидкостью. Это. Первое. Она. Обладает. Свойствами. Очищать. Отрывать. Это. Наша. же. Собственная. Энергетика. Ничего. Там. Чужеродного. Нет. Ну. Что. Что. Шлаки. Шлаки. Не. Всосутся. Организмом. Человека. Вот. Они. Так же. Напитает. Себя. вызовет естественное послабление. И все это очистится. И тогда. Голодать будет намного легче. Если это не делать. То. На длительном голоде. Вот я помню. Пример один мне прислал. Я. Говорит. Использовал. Жевательную. Жевательную. Резинку. Для того. Чтобы. У меня. Во рту. Не сохло. То есть. Было. Вот. Противно. И. Изматывающе. От этого. Это уже неправильное. Ведение голода. Потому. Что. Я делаю. Еще. Я. Воду. Беру. Лед. Бросаю. Лед. Потом. Заливаю. Водичкой. Тает. И. Вот. Такую. Ледяную. Воду. Я пью. Значит. Очень хорошо. Она помогает. В первую очередь. Структурированная вода. Дает. Так сказать. Силу. Очищает. Там. Вот. Ну. Как-то. Хорошо. И. Значит. Меньше. Интоксикация. В организме. То есть. У вас голова. Довольно таки. Свежая. Потому. Что. Происходит. На длительном голоде. На длительном голоде. Помимо того. Что. Интоксикация. Идет. Вот. От меня. Жена. Заметила. Очень сильно. Пахнет. Я уже перешел. Так сказать. Стадию. Ацетического. Кризиса. То есть. Начали расщепляться. Жиры. У меня. Неполное расщепление. И. Пахнет. Ацетоном. Ну. Это ерунда. Так. Вот. Расщепление. Неполное. Она дает своеобразную. Такую. Интоксикацию. Которая. Тяжела. Для организма. Ну. Отчасти тяжела. Ее. Конечно. Можно. Волевым усилием. Легко преодолеть. Но. Когда все это делается длительно. Это. Говорю еще. Выматывает. Поэтому. Облегчайте себе прохождение на голоде. Тем. Что. Своевременно. Удаляйте. Нечистоты. Которые скапливаются. В желудочно-кишечном тракте. С помощью каких-то очистительных клизм. Я для себя подобрал. Я для себя подобрал вот такой вариант. И очень им доволен. Раз. Очистился. Сразу. И языку легче. И. Голова более-менее свежая. Вот. Что бы еще вам добавить. Добавить. По. Состоянию гибкости. Вы будете судить. Как идет у вас. Рашлаковка. Потому что. Рашлаковка. Соединительная ткани. Ткани. А именно. Сухожилии. Которые отвечают. За гибкость. Она. Идет не сразу. Потому что. Сначала сбрасываются. Более. Такие. Шлаки. А потом. Уже. Начинается. Очистка. Соединительной ткани. Вот. Поэтому. Вы делаете. Различные. Такие. Тесты. Тесты. Которые. Показывают. Как у вас. Идет. Улучшение. Гибкости. Ну. Например. Я вот. Могу. Такое. Показать. Это. Доставание. Рук. Сзади. Для меня. Это. Такой. Свообразный. Я уже начал. Доставать. Видите. Скоро. Я возьмусь. Замок. Одна. Рука. То же самое. То же самое. И другая. Где-то рука. Вот. То есть. Я начал. Доставать. Но. Это. Еще. Недостаточная. Гибкость. Обычно. Доставал. Хорошо. То есть. Брался. Так. Обязательно. Обязательно. Надо. Гулять. Вот. Знаете. Вот. Нахождение. В помещении. Это. Одно. Выход. На. Улицу. Сразу же. Буквально. Таки. Там. Или. Энергетический. Потенциал. Воздуха. Больше. Больше. Просто. Напросто. Ты дышишь. Такое впечатление. Как будто. Ты ешь. Воздух. Это. Хорошо. Поэтому. Почаще. Почаще. Гуляйте. Что. Еще. Происходит. На. Голоде. На. Голоде. Нарушается. Сон. Значит. На. Голоде. Когда. Нарушается. Сон. Это. Тоже. Очень. Тяжело. Преодолеть. Обычно. Когда. Человек. Перестает. Спать. Это. Начинает. Его. Изматывать. И. Он. Выходит. Здесь. Тоже. Свои. Такие. Хитрости. Должны. быть. Ну. Какие. Хитрости. Должны. Быть. В основном. Изматывание. Идет. От того. Что. Идет. Интоксикация. Опять-таки. Мы. Упираемся. В. Проблему. Того. Чтобы. У нас. Был. Чистый. Язык. У меня. Высыхает. Откладывается. На. На нем. Слисть. И. Это. Будет. Вот. Как. Вот. Этот. Фактор. Мы. С вами. Преодолеваем. С помощью. Очистительных. Процедур. С помощью. Допустим. Можно. Лед. Пососать. Сосание. Да. Да. То. Тем. Самым. У нас. И. Сон. Лучше. Как. Правило. На. Сне. Во. Во. Время. Во. 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 Он. Очищается. Утончается. И. Подключается. К. К. Таким. Интересным. Пространством. Которые. Ему. Начинают. Показывать. Или. Приходят. Напросто. Учителя. Которые. Начинают. Показывать. Различные. Различные. Будущие. Различные. Там. Ну. Короче. Они показывают. Все. То. Что касается. Судьбы. Конкретного. Человека. Который. Голодает. То есть. Это. Это. Говорит. Ну. О. Хороших. вещах. Что бы. Еще. Хотел. Сказать. Вот. Во. Время. Длительного. Голода. Когда. Проходим. Допустим. Входим. Голодание. Это. Примерно. Там. Трое. Пятеро. Суток. Потом. Входим. 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 От. Человека. От. Человека. Значит. Начинает. Пахнуть. Ацетоном. И. Просто. Напросто. Вонью. Все. Начинает. Отгнивать. Но. Для того. Чтобы. Начала. Уходить. Такая. Серьезная. Патология. В виде. Опухолей. В виде. Полипа. В виде. Еще. Чего-то. На это. Требуется. Еще. Больше. Время. За. Примерно. 25. Суток. У меня. Еще. Ничего. Особого. Такого. Не отошло. Я бы. Обязательно. Это. Все. Заснял. Вот. Но. Я так. Чувствую. Что. Дело. Становится. Такое. Легкое. И. И. Наша. Энергетика. Легко. Отделяется. От. Физического. Тела. Поэтому. Во. Время. Вставания. Старайтесь. Вставать. Медленно. Почему. Потому. Потому. Что. Смотрите. Вот. Эта. Энергетика. Которая. Окружает. Физическое. Тело. Как только. Человек. На. Голоде. Она. Легко. Энергетика. Не. Успевает. Голова. Только. Раз. Вышла. Не. Сразу. Начинается. Головокружение. Вплоть. До. Оморока. Еще. Более. Это. Выражено. Когда. Человек. Ванне. Искупался. Распарился. Тогда. Тогда. Во. Время. Вставания. Поле. Еще. Сильнее. Уходит. То есть. Она. Так сказать. Легко. Гуляет. Почему. И. Сны. Тоснятся. Различные. Вещи. Такие. Интересные. Потому. Что. Поле. Легко. Отделяется. Так. Вот. Из. Ванной. Выходите. Очень. Медленно. Вставайте. И. Когда. Чувствуете. Что. У. 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 ости. Пустилось. Вы. Подымайте. С помощью таких движений. И. Завязали. Хорошо. Сразу. Голова наполняется. Ва. Такой. Какой. То. Свежестью. И. Вы. Чувствуете. decrease. 국민. организме голова слегка такая знаете шумит такая рассеянность главное чтоб она слишком не было большой потому что можно просто на процессе повредить свои рассеянность если вы будете машину вести или еще что-то там такое делать вот так что важно следить за своим организмом что еще важно сказать на голоде меньше кому рассказывайте что вы голодаете почему потому что помощи не будет никакой зато различных сбивающих факторов охал вздохал и прочего что пора уже прекращать будет огромное количество это вам совершенно не надо поэтому постарайтесь голодать так сказать в тишине в уединении ну если выполняете физическую нагрузку какую-то вернее ходите на работу это все можно сделать но не обязательно кому-то что-то сообщать что я ставлю рекорд а вот сегодня поголодал первые сутки сдал вторые и так далее это все касается только вас все эти разговора вокруг вас когда вы находитесь на голоде только вас сбивает поэтому постарайтесь меньше кому рассказывать о том что вы голодаете до физической нагрузки физическую нагрузку на голоде длительным значит делать надо регулярно я например не каждый день но примерно раз в три дня раз два дня обязательно вот у меня там бассейн открытый то есть я купаюсь в открытом водоеме это все равно что у проруби потому что сейчас температура у нас плюс 5 вот как раз такая температура у меня будет в бассейне долго купаться не надо сразу нырнули вынырнули это дает огромный заряд сил ну очень хорошо и прогулочки прогулочки очень хорошее дело чтобы еще хотел сказать на голоде вот бывает так что перед голодом заболела там спина или еще там что-нибудь там позвонки сместились во время голодания происходит очень хорошее расслабление мышц особенно позвоночного столба и позвонки потихонечку сами становятся на свои места либо если помогает мануальный терапевт это тоже хорошо то есть голод вот ставит на место наши позвонки если имелись в суставах какие-то боли отложения соли это тоже постепенно уходит вот поэтому надумали голодать голодайте смотрите сны которые вам снятся придерживайтесь свои программы верьте верьте то что божественные силы у вас поддержат они действительно поддерживают человека который голодает они к нему присоединяются они любят когда человек проявляет болевое усилие вот просите их просите их о том чтобы там ну допустим хочется покушать вы там попросите чтоб они вам тонко материально дали пищу или питье вот вы почувствуете их поддержку вот например меня два раза уже кормили первый раз я отказался там такой сон был что я случайно залез во сне в карман у меня там инжир был я его взял в рот начал жевать а потом о да я же голодая начал выплевывать интересное было а второй раз он был я должен пройти по канату и перед этим то есть если человек во сне проходит по канату это какое-то серьезное испытание внутри что-то такое он должен там пройти вот его как-то должны поддержать и вот что-то мне дали поесть я поел и даже не изобразил что я ем обычно я на голоде соображаю так что голод это очень интересное путешествие путешествие знаете вот можно сказать к своим первоистокам своим духовным то есть человек это дух который пребывает в человеческом теле он проходит человеческий опыт дух проходит человеческий опыт а не человек там духу стремится вот и по мере голода происходит различные интересные явления такие можно голодать для посвящения как раз вот этот голод я и делаю для того чтобы пройти посвящение вознесение то есть семь суток насухо семь суток вот я сейчас водичку значит употребляю и дальше посмотрим как как что там у меня получится ну что вам еще хочу сказать найти от одного голода к другому организм наш совершенствуется укрепляется и и голодать становится легче и как-то даже приятнее потому что надо для того чтобы голодать особенно длительные сроки надо вот от всех привязанностей которые у нас имеются которые тянут нас опять в материю поесть чем-то насладиться хорошо там поспать вот этот сидишь вот у тебя что-то тут болит голова там подкруживается иногда бывает и поташнивает но это все нормальные процессы голодания вот они тебя сбивают вот это вот все то есть для того чтобы настроиться на длительное голодание ты должен это все преодолеть сначала сознание что ты голодаешь для того чтобы стать духовно чище чтобы расширить свои возможности чтобы почувствовать этот мир совсем по-другому нежели физическом теле потому что духовное чувство не совершенно иное оно в тысячи раз лучше утонченнее и приятнее нежели то что ты ощущаешь физическом теле так вот когда от всего вот этого ты избавишься то что мешает именно тебе голодать вот тогда ты начнешь голодать длительные сроки это для тебя будет не проблема и все будет хорошо получаться каждый день ты будешь встречать по-новому и радоваться жизни пока на этом закончим и водичку со льдом как видите вот она водичка со льдом кстати на голоде идут такие вроде бы как противоречивые процессы с одной стороны человек на голоде из-за того что понижается обмен веществ он начинает мерзнуть поэтому желательно быть тепло одетым находиться в теплом помещении это будет способствовать нормальному процессу голоданию а с другой стороны если в человеке имеется ну какое-то воспаление какая-то опухоль какая-то хроническая болезнь скрытая то постепенно где-то на второй-третьей недельки может получиться температура тела это говорит о том что организм начинает бороться с болезнью путем подъема температуры для того чтобы быстрее ее там опухоль или эту хроническую болезнь быстрее разложить и убить вот но это же способствует выведению из организма шлака то есть организм поднимает температуру для того чтобы различные отложения которые в обилии выходят теперь из клеток в лимфу в кровь чтобы быстрее это все пережить и в виде таких шлаков более-менее удобных для теловидения вывести из организма так что знаете на больших сроках голодания что такие вот вещи бывают я бы хотел для вас открыть одну из тайн голодания которое позволяет выдерживать длительные сроки многие выдерживают длительные сроки лишь благодаря тому что у них какие-то есть амбиции и какой-то опыт они хотят доголодать там 30 там 40 суток но на самом деле здесь необходимо настроиться и ну постараться буквально такие как можно чаще это убеждать себя притягивать с помощью воли такую своеобразную энергию которая дает жизнедеятельности организма а именно говорит себе что с каждым мгновением твое тело становится чистым молодым сильным вот и буквально таки вот притягивать мысленно вот это все что ты не просто голодаешь а ты занимаешься омоложением организма и чем глубже эта мысль входит в твое сознание и подсознание тем больше эффект что ты не просто голодаешь а ты потребляешь энергию каждая клеточка потребляет энергию из пространства из вакуума даже не посредством дыхания а именно посредством прямого воздействия контакта нашего организма с пространством потому что пространство если так взять в вакуум из него происходит часть все частицы наше тело наши поля то есть наше физическое тело наше энергетическое тело наше эмоциональное тело наше умственное тело наша душа дух и ряд других 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 тел все они вот так вот погружены в вакуум и вот как только там начинается мысль мы оттуда начинаем черпать энергию которая уже распространяется через эти тонкие тела и переходит на физическое тело заряжая его энергией если этот феномен задействовать это называется намерение вот это намерение чтобы она как насос начнет тянуть жизненную энергию в наше тело если этого механизма нету увы человек как правило долго голодать не сможет он не понимает для чего это он не задействует этот механизм и все отвлекающие факторы такие как и желание привычки которые были раньше у него все его быстренько свернуть всего дороги на режний проторенный путь к болезню и нездоровью или так так что учтите эту вещь вот она постигается благодаря тому что ты сам голодаешь сам себя обучаешь воспитываешь находишь то на что надо обратить внимание и действуешь если этого не знать то можно просто прочитать и почитанному сказать вот так вот вот всяк вот вот так мало кто из людей допустим переживал ацидотический кризис а я его переживал много раз какие изменения происходят в организме просто ты читаешь ацидотический кризис а что с тобой происходит что внутри тебя делает как это все выражается как это все выражается это совсем другое знание я с вами щедро им делюсь 14 сутки идет моего голодания добрался наконец таки до тех времен когда начинается отторжение глубины патологии типа там каких-то опухолей или еще чего-то там такого закоренела особо вот под пупочком такая боль как будто что-то отрывается и отходит началось она ночью после сна сон приснился такой я и какой-то еще мужчина вроде как мне знакомы и на карте на карте вернее на макете я показываю ему там надел земли и я говорю сколько тебе отрезать он говорит ну вот так вот примерно чтоб я там что-то там построил такой хорошо я беру пилу и прямо по этому макету ему отрезаю он мне дает такой интересный кубок кубок он примерно такого размера весь он такой как из матового стекла такой интересный шаром ну дал дал вот и у него там много различных всяких штучек таких типа кубков медали еще каких-то сувениров ну что и после этого я просыпаюсь и начинается вокруг кубка вот так вот отдирание 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 глубинной патологии вот ну что можно тебе сказать у меня живот немножечко принял более-менее нормальные формы размеры и я стал делать вот такую штучку называется она у деяна и на улья вот продинация жила это на улья это у деяна да надо ниже еще пустить и еще разок на улья как видите дело пошло конечно слабость голова такая не свежая что у нас с гибкостью деется гибкостью как видите получше я уже цепляюсь пальчиками хорошо конечно сердцебиение будет у вас на длительных сроках поэтому слишком не переусердно слишком не перенапрягайтесь ни в чем нагрузочка такая должна быть ровненько потому что сердцебиение так колотится чуть нагрузка большая тук 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 и что еще вам сказать надо терпеть сейчас уже осознанно надо терпеть для того чтобы ликвидировать ту заразу которая вас есть изнутри и готовит какое-нибудь серьезное заболевание в будущем а вы ее в настоящем ликвидируете да можете посмотреть на мой язык язык еще будет долго таким белым будут выходить все эти штучки но тем не менее если будете продолжать все выйдет запасов питательных веществ в виде жира то хватит на очень большое время вот еще хочу подчеркнуть что несмотря на то что я голодаю 14 дней фактически но интенсивность голода такая что 7 суток сухого скромно приравняем к 3 это 21 плюс 7 суток которые такого обычного голода получается это двадцать восьмые сутки это можно сравнить как с бегом допустим ту же дистанцию вы знаете сорок два километра марафонская дистанция можно пробежать там за десять часов можно пробежать за двадцать часов можно пробежать там за два часа а можно так пробежать как первый марафонец что загнать себя до смерти и после не умереть поэтому я выбрал вот такой довольно таки жесткий голод который очень сильно влияет чтобы вы понимали о чем вы речь вроде бы как я голодаю 14 дней а интенсивность наложил уже на 28 поэтому у меня и началось начался выход глубинной патологии имейте это в виду я смогли вы и вы 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 Быстрое дыхание пастельника является одним из наиболее простых и эффективных способов набора энергии. Таких дыханий сделайте 5 примерно серий, от 3 до 5 серий. Это будет великолепная подзарядка организма. И можно это повторить где-то во второй половине дня. И еще одно дыхание. Итого я сделал 3. И цикла по 60 дыханий в каждом цикле. Нормальная нагрузочка дыхательная. Зарядила. Вот так надо преодолевать. Вот так надо проходить через длительное голодание. Не сидеть. Потому что как только человек сидит, он наоборот еще более организм разряжается, не получает энергии. И очистительные процессы, восстановительные процессы, все выделительные процессы, все идут очень вяло. Наоборот, наоборот, нарастает интоксикация, становится очень нудно, очень томительно все это делать, и человек отходит. А вот более активное в меру прохождение длительного голода способствует тому, что все идет нормально. Получается так, как и надо. Одевайтесь потеплее, потому что после двух недель, как правило, организм переходит на такой режим, что процесс обмена веществ замедляется, и человек начинает мерзнуть. Мерзнуть нельзя. Надо быть постоянно в тепле, чтобы все процессы шли нормально. Время для прогулки. Лучше всего, чтобы это примерно было от 30 минут до часа. Это наиболее великолепное время. Можно чуть больше, до полутора часов, но слишком долго голодать не стоит. И лучше все это сделать раза два в день. На голоде почему-то предпочитаю воду буквально-таки таловую. Она растаяла мне, и я ее пью. Ну, как-то хочется такой именно воды. Вода самая холодная, самая структурированная, дает энергию. Очень хорошо. На голоде очень важно вести расшлакулку. Почему? Потому что, видите, сколько с меня выходит. Вот это 15-е сутки я не делал. То есть слабость, такое слегка говоокружение, и обложенный язык, шлаки идут через язык. Все это очень угнетает человека. А сделали очистительную клизму, делайте прямо большую очистительную клизму, литра на полтора. Вот это все из вас выйдет, и самочувствие сразу же улучшится. За первым выбросом следует второй. Видите, не менее черный, столько шлака. Вот это все вы себе вносите, и потом думаете, а почему же у вас самочувствие такое плохое. Очистительную клизму уже делаете с кружкой эсфорха. Литр на полтора, не менее. Тогда у вас будут какие-то такие хорошие результаты. Третий выброс, еще более страшный. Вы уже видите, что выходит слизь. Вот это то, что надо. Слизь, шлаки, вся эта гадость, которая уже отторгнута, и организм ее выбрасывает. Поэтому держать ее в себе лишнее время не следует. Организм ее должен выбрасывать, выбрасывать через язык. А это все делает ваше состояние более напряженным на голоде, более тяжелым. Выбросили, и состояние сразу же у вас улучшается. Так что запомните, выбрасывайте, а не копить это богатство себе. Вот оно, видите, оздоровление идет. Вот через что? Через вот такие вот вещи. А не через таблетки и уколы. На голоде отдыхайте. Полезная вещь – отдых лежа. Только не залеживайтесь. Потому что голод, как вы видите, это серьезная болезнь, во время которой вы делаете им полезную работу для организма. То есть те будущие болезни, которые вы видели, выходят в виде шлака. Вы их собираете, аккумулируете в кишечнике и выбрасываете. Если этого не делать, то все это, зараза, скапливается у вас в организме. И вы лечитесь таблетками, уколами и прочими процедурами, не понимая, что вот это надо удалить. Естественно, толку такого лечения никакого. Зато во время голода вы все это собрали, из каждой клеточки вытряхнули, из каждого органа, вы получаете обновленное тело. Вы понимаете, обновленное, которое уже априори отталкивает любую болезнь. Поэтому во время голодания очистительные процедуры необходимы. Активная нагрузочка, легенькая в виде прогулок, необходима. Отдых, вот такой вот пассивный отдых, чтобы организм имел возможность восстановиться, успокоиться, распределить энергию. И дальше действовать. Идут 15-е сутки голода моего такого комбинированного. Что я заметил на этих 15-ти суток? Следующее. Пошла энергетика. Заработали чакры вот здесь вот. И точно так же на ногах. То есть, началась новая стадия голода, когда организм освещается энергией. Это особая энергетическая стадия. Она только доступна, в основном на длительных сроках голодания. Идет уже энергетическая трансмутрация тела. Она становится более мощная, более жизнеспособная. Открываются различные экстрасенсорные способности. Все это надо делать, понимать и вовремя помогать своему организму. Можно слушать музыку. Музыка должна быть приятна, гармонична, такая возвышающая. Днем мне приснился сон, что я иду по ну, будем говорить, по дну по дну такого большого водоема. И он мелкий, и в одном месте имеется мост, который скрыт под водой. И вот я через него должен пойти. Я пошел по этому мосту, потом остановился, начал пробовать рукой, где с одной стороны глубина, где там с другой стороны глубина, и на этом остановился. то есть это уже указание о том, что пора выходить из ввода. Итак, выход. Что будем делать? Ввиду того, что ротовая полость еще наполнена различными шлаками, токсинами, мы будем следующее делать. Я беру имбирь, немножечко имбирь, а буквально чуть-чуть, вот он, сладкий, и чуточек смазываю корочку. Все, хватит. Теперь ее отщипываю и в рот. Что делает имбирь? Имбирь позволяет какой запах пошел. Имбирь позволяет обеззараживать, то есть это вообще такое жгучее растение, жгучий корнеплод, который с одной стороны убивает различные микроорганизмы, с другой стороны он возбуждает пищеварение, то, что надо, потому что пищеварение ушло вглубь. Его необходимо вернуть теперь из уровня клетки на уровень пищеварительного тракта. Жгучий как кожный отдуйся, чтобы больше вылили на слюны. Еще интересное растение, которое вы можете использовать на выходе из голода, это березовый гриб чага. Видите, у меня он настоялся, он обладает противомикробными свойствами хорошими, противогрибковыми, и я им полоскаю рот. То есть если там можно ожечь слизистую чесноком или имбирю. Кстати, имбирь он мягче чеснока, поэтому я его более рекомендую. Хотя можно чеснок мазать не густо, а так раза два мазали по краюшке хлеба и хватит. То есть я им полощу рот и выплевываю. Великолепное средство для обеззараживания ротовой полости. Рекомендую. После того, как вы подготовили ротовую полость для приема пищи, то есть ее очистили, посмотрите на мой язык. Можно приступать к еде. Кстати, жевание корочки еще запускает секрецию желудка, кишечника, как бы уже организм понял, что уже мы переходим на питание и уже начинает подготавливаться. после этого я обычно выхожу на кисломолочном продукте, добавляю туда медок. Что делает кисломолочный продукт? Он сразу же создает ту микрофлору, которая нужна для желудочно-кишечного тракта, плюс медок вызывает желчегонный эффект и все шлаки, которые там еще имелись, они начинают выходить. То есть вызывается прослабление после первого приема пищи, это как бы еще дополнительное очищение желудочно-кишечного тракта. Ну посмотрите, я использую миксер, чтобы там еще бананчика перемешать, яблочко перемешать, немножко морковки, чуточек бросить туда имбиря, но это не обязательно. Обычно я выходил вот так, но после того, как у меня появился миксер, в принципе я первый раз буду выходить вот так, как я вам рассказал. Итак, вот продукты, которые я буду использовать. Это варенец, это банан, мед, морковка, яблочко и и немножечко имбиря. Итак, я помещаю яблочко сюда, морковка, морковку, немножечко и имбиря, яблочко имбиря, возьмем еще чуть-чуть, есть, теперь половинку банана, теперь половинку банана, далее мы с вами берем варенец, вот, Вот так. Мед мы с вами добавим позже, надо все это тщательно измельчить и ставим на измельчение. Итак, у нас с вами получилась вот такая вот смесь. Видите, какая она хорошо перемешанная. Итак, наливаем ее. Не пытайтесь съесть много, вот этого вполне достаточно для первого раза. Вот первая еда. Садимся и не спеша ее поглощаем. Конечно, первые глотки, первое попадание пищи в рот вызывают очень яркие впечатления. Поэтому наслаждайтесь ими. Спешить уже некуда. Тщательно смаживайте пищу в ротовой полости слюной. После чего глотайте. Чувствуется вкус имбирька, разжигающий это. Хорошо. Что бы я вам еще сказал. Если вы будете выходить на овощных соках, это должны быть соки, ну таких сладких овощей. Там, допустим, морковка. И в нее уже добавлять. Можно свеколки немножко добавить. Все это полезно будет. Не рекомендую выходить на цитрусовых. Особенно на соках свежевыжатых апельсинах, мандаринах. Вроде бы сладкие, вроде бы хорошо. Но фруктовые кислоты на голоде, вернее после голода, очень сильно воздействуют на эмаль зубу. И за 3-4 дня выхода на этих соках, они могут вам ее просто-напросто съесть. У меня имеется такой случай. После выхода из 19-дневного голодания, я выходил на апельсиновых соках. Зубы были на момент выхода. В отличном состоянии, беленькие, все хорошее. Но после 3-х дней использования апельсинов, не соков, даже апельсинов я ел их. А я вдруг заметил, что зубы мои лишились эмали, не стали черными. Чтобы у вас не было такой ошибки, я вас предупреждаю. Поэтому выход на кисломолочных продуктах, таких как простокваша, варенец, кефир, наиболее предпочтительный. Некоторые выходят на молоке. Но если свежее молочко у вас есть, можно воспользоваться и этим. Важно во время первых приемов пищи щадить слизистую желудка. Потому что она после голода такого длительного стала совсем такая нежная. Она восстановилась полностью. И не следует ее чем-то ожигать, чем-то таким раздражающим повреждать. Все должно быть такое умеренное, такое простое, нейтральное. Организм это любит. Чуть-чуть, он говорит, вот жгучего вкуса, вот в виде имбирка. Это как раз будет возбуждать пищеварение, активирует работу поджелудочной железы, активирует работу печени. И все у вас будет нормально запуститься в пищеварение. Ни в коем случае не набрасывайтесь на пищу. Вот это вот съели и часть-ка через два можете еще что-нибудь покушать. А то лучше всего через три. Еще разок хочу вам пояснить. На голоде, особенно на длительном. Пищеварение из желудочно-кишечного тракта уходит на клеточный уровень. Клетки не голодают. Они постоянно питаются тем или иным способом. И переход во время голодания на клеточный уровень, он, видите, идет не сразу, а в несколько этапов. Три дня пищевого возбуждения, потом идет там ацидотический кризис и так далее, и так далее. Когда она спускается в углу, раз, спустились. То есть на это уходит время, примерно где-то суток 10, а то и до двух недель. После этого, когда мы выходим, пищеварение также должно постепенно вернуться на уровень желудочно-кишечного тракта. То есть с клеточного уровня оно должно восстановиться. На это опять-таки уйдет две, а то и три недели. Поэтому не спешите. Набросали пищу, она у вас не переварилась, стала. Желудок не может справляться. Он отвык вообще от переваривания пищи. А вы чрезмерно много ему нагрузили его. Все, он встал, все остановилось. И человек после голодания, во время выхода, может великолепно пройти голодание, прекрасно себя чувствовать, оздоровиться. Но во время выхода неправильного, вот такого вот обильного питания получить такие осложнения, которых у него не было до голодания. Поэтому я вас предупреждаю. Учтите это и ни в коем случае не переедайте. И питайтесь более-менее естественной пищей, в которой находятся ферменты. Потому что все искусственное, вы сразу почувствуете, после длительного голодания, организм очень чутко реагирует на любой искусственный продукт. Он как-то вот криво к нему относится. Может возникнуть там или сям, боль или еще что-то. Вот, ни в коем случае не спешите. И чем больше мы смачиваем пищу со слюной, тем она больше становится частью нашего организма. Вот смотрите, я только беру и сразу проглатываю. Это, можем сказать, хоть и пища, но это вообще чужеродная часть для нашего организма. Он должен ее обработать, смочить желудочно-кишечными соками, разложить, притворить в свои. В свою, чтобы она стала, как бы сказать, своей собственной субстанцией, прежде чем с ней организм начнет работать. Когда я ее смачиваю во рту, то получается, что я ее уже здесь начинаю, как бы сказать, пронизывать своими собственными субстанциями, то есть слюной. Не кусочек пищи, а кусочек, разбавленный моими собственными выделениями слюных желез, то есть он в два раза, в три раза разбавлен. И в таком виде он гораздо легче усваивается и организм его воспринимает как свое. И когда мы больше держим пищу в ротовой полости, тем сильнее мы даем желудочно-кишечному тракту знать, что пора пришла переваривать. Он начинает двигаться, возрастает у него перистальтика, выход желудочно-кишечных соков и пошло, пошло, пошло. Поэтому смакуйте пищу. Вот этого для меня вполне достаточно. Я начал голодь со 100 кг, дошел до 90 кг. Желудочек во время моего голода, естественно, уменьшился в объеме. Поэтому вот эта порция, это даже слишком много, но так уж мы привыкли. Жадновато. Вот поэтому после этой кружечки, все, ваша еда закончилась. Теперь хочу рассказать о... Так как я голодал 7 суток сухое голодание, потом оно пошло обычное голодание. Вот этого у меня вышло 15 суток. Хочу сказать о выходе из сухого голодания. Допустим, если бы я начал выходить сразу через 7 суток после сухого голодания, то знаете, что надо было сначала сделать? Сначала надо было сделать не поесть, а попить. То есть надо было пить день, два, три, для того, чтобы организм насытился влагой. Потому что без влаги все сухо, пищеварения никакого не будет после сухого голода. Поэтому сначала надо попить денечек, второй, третий, чтобы исчезла сухость с организма. Чтобы восстановились слизистые оболочки, чтобы организм, как бы сказать, пришел после такого потрясения от сухого голода сам в себя. И только после этого надо было бы начинать восстанавливающую питание. Ну, уже тогда можно было с этого начинать или еще с чего-то. Вот. Вот, пожалуй, и все, что я хотел вам сказать на данный момент. Итак, повторюсь. Мой голод напоминает забег. Забег примерно на километр возьмем. Лучше возьмем так, 15 дней это возьмем за дистанцию 1500 метров. Значит, 1500 метров, если мы применяем обычное голодание, оно бы как раз в 15 дней там вошло. То есть это мы примерно пробегали бы там, ну, допустим, как бы сказать, легко и просто. Что же я сделал? Я сделал следующее. Половину дистанции я бежал как спринтер. То есть 100 метров можно пробежать, допустим, там чемпионы пробегают за 10 секунд. Да? 200 метров они еще могут держаться, тоже это не за 200 метров. Но 300-400 метров они никак не могут пробежать. Так вот, сухое голодание как раз представляет собой спринтерский бег. И я бежал так 7 дней в спринтерском режиме. То есть это колоссальная была нагрузка на организм. Ну, вы можете попробовать сухое голодание. Человек неподготовленный, как правило, умирает. Вот, поэтому расход или нагрузка на организм равнялся 1 сухой дней. Некоторые говорят так, от 3 до 4 дней. Я вот 4 дня брать не буду, а возьму 3 дня, поминеваю. Итак, 7 на 3, то есть мой интенсивный бег такой был, голода. Это равняется 21 дней. После этого я еще поголодал 8 дней. 21 и 8, 29 суток. Как раз, слаживая это все, я поголодал 29 суток. Или около того. То есть я как раз провел длительный голод в высокой интенсивности, который очень быстро меня ввел в состояние голодания. Далее подвел к тому, чтобы начали там серьезные изменения в организме. Вот, и я увидел сегодня во время сна дневного, что я иду по дну такого озера чистой воды, как бы по мосту. Слева, справа, глубина. Вот, а идти еще далеко. И я остановился. Сначала пощупал, где слева, где справа глубина, и остановился. То есть это своеобразное предупреждение того, что мне сказали, насколько ты готов на данный момент, все, хватит. Дальнейшее могло привести к... Ну, можно было пересилить, идти дальше, но это уже начались бы, будем говорить, повреждающие явления для организма. То есть у меня вообще-то усилились сердцебиения. Вот я замерял пульс, где-то было 90 ударов пульса. С утра было давление низкое, меньше 100 единиц, высокое давление. То есть все это говорит о том, что важно свои резервы не исчерпать, а дойти до хорошего такого состояния, когда ты можешь и сделал. На этом восстановиться и после начинать восстановительный период. Вот все, что я вам хотел сказать. Да, никаких восстановлений на конфетах и прочих вкуснятины делать не надо, потому что просто-напросто были случаи, когда люди после выхода на конфетах, первая еда у них была, там съедали по килограмму конфет, они просто-напросто умирали. Ну все, продолжим это дальше. Вот что с меня вышла мерзость. Вот видите, такие кусочки масла. Это своеобразные свечи. И знаете, для чего они нужны? Кусочки масла необходимы для того, в виде свечи, примерно, вот так вот с мизинчик толщиной, и где-то вот так вот как раз они должны быть. Нужны для того, чтобы после того, как вы начинаете выходить из голода, у вас в первую очередь сухость наблюдается в прямой кишке. Поэтому у вас начинаются проблемы с опорожнением. Поэтому кал сохнет. Во время прохождения через прямую кишку могут быть трещины, чрезмерное натуживание, и вообще она не может полноценно выполнять своих функций. Так вот, для того, чтобы она полноценно свои функции выполняла, вы на ночь вставляете вот эту свечечку из масла. И она как раз у вас смягчит эту область и облегчит вам опорожнение. Потому что после длительного голода вы не сталкивались, а я уже несколько раз с этим сталкивался, что просто невозможно иногда сходить по-нормальному в туалет. Вроде бы хочется, а всё спеклось, всё раздулось, всё сухое, что просто-напросто не может нормально выделиться. От этого возникают очень серьёзные проблемы. Поэтому, чтобы их не было, начиная буквально-таки с первого дня восстановления, вы на ночь вставляете эти свечи. И поверьте мне, с моего опыта, многие проблемы у вас исчезнут. Вообще говоря о голоде и ничего не говоря о выходе, это всё равно, что рассказать половину процесса. Голодание. Самый по себе процесс длительного голодания непростой. Но выход имеет примерно 70-80% успеха от того, как вы отголодали. То есть, вы можете на выходе перечеркнуть все буквально-таки достижения и положительные результаты, которые вы приобрели неправильным выходом. Поэтому, для того, чтобы вы получили все преимущества длительного голодания, очень важный выход. Я уже вам говорил, много не ешьте. Вы можете съесть много и знаете, что у вас получится? И я это сам видел на своём собственном примере. Что просто-напросто пища пережевывается, спускается по тонкому кишечнику, толстый кишечник и в виде непереваренной массы будет с вас выходить. Поэтому есть не обязательно слишком много. следуйте за своим аппетитом. Вот. И при этом ешьте лучше чаще, но меньше. Очень хорошо после того, как мы начали выходить на второй-третий день после длительного голода, это, как правило, после месячного голода, смазывать всё тело оливковым маслом. потому что первую где-то неделю, а то полторы процессы голодания у вас продолжаются, то есть выхода, организм сохнет, сохнет и обезвоживается. Сохнет и обезвоживается, это говорит о том, что пищеварение слабое, выделение слабое, возникают соответствующие проблемы. Пока всё это наладится, ну вот, где-то уходит полторы, а то две недели. В некоторых случаях ещё больше. Поэтому смазывайте тело, особенно область поясницы, оливковым маслом, ну или каким-нибудь другим. И делайте обязательно вот эти вот, вставляйте в ванну свечи из сливочного масла. Ну, какое питание должно быть? Питание должно быть такое, чтобы как можно меньше организм тратил энергии на переваривание и усвоение. Некоторые выходят на молоке, я предпочитаю кисломолочное с мёдом, другие на соках выходят, далее там можно какие-нибудь кашки есть. Вот, если вы хотите, чтобы у вас та тонкость, которую вы достигли во время голода, сохранялась, то есть тонкость вибрации, это умственного тела, эмоционального тела, астрального тела и отчасти физического тела, которые очистились, и вы получали какие-то сверхчувствительные возможности, такие вот, будем говорить, паранормальные способности, то, что касается мяса и прочей грубой пищи, её надо есть как можно меньше, иначе вибрации у вас становятся более грубыми, вы загрубляетесь, и сны сразу же у вас отскакивают такие вещи, и прочие-прочие вещи уходят, то есть вы становитесь более грубым, более тупым, к высоким вибрациям, поэтому здесь очень важно перейти на вегетарианство, есть как можно более свежую пищу, тогда у вас вот эти наработки, которые были получены во время голода, будут сохраняться и приумножаться, также проверяйте гибкость, гибкость должна у вас сохраняться, задавайте себе вес, вес умственно, так, допустим, я себе говорю, мне нужен вес, чтобы умственное тело, эмоциональное, астральное и физическое держали 90 кг, то есть подсознание, задаете программу и вес держится, да, чем хорошо длительно голодание, как правило, привычки, и в том числе пищевые привычки, они у нас держатся и перестраиваются в течение примерно лунного цикла, то есть 28-30 дней, все, а вы как раз только проголодали, и те пищевые привычки, которые у вас были к сладенькому, к солененькому, еще к чему-то вообще какой-то пище, они исчезают, и когда вы начинаете выходить, их уже нету, и важно их не восстановить, а наработать новые, это очень важно, то есть вы знаете, что, допустим, вы любили сладенькое, вы любили мучное, то, что разносило ваше тело, теперь от них очень легко отказаться, просто-напросто, а там, где вы использовали сахар, теперь используйте, допустим, чайную ложечку меда, вкуса сладкого практически особо не будет, либо какой-нибудь сироп можете использовать, вот я, например, сироп, если раньше я ложил, допустим, 3-4-5 ложек там, это сладости, то теперь я все ограничиваю с одной столовой ложкой, вкус практически не меняется, я отказался от сахара, я отказался от хлеба, вот, пища моя стала больше овощная, свежая, овощная, вот, добавил, значит, орешки, причем орешки вы добавляете как минимум где-то на на 4-5 день, и причем немножко их жуете, потому что пища это довольно-таки тяжелая, грубая, и для пищеварения она плохо будет переваривать желудочно-кишечный трактин, надо очень тщательно жевать, поэтому так, если ложечки-две орешков, это будет нормально, вот, что дает, когда вы отказываетесь от искусственных продуктов, которые вот, способствуют накоплению жира, как правило, когда человек голодает длительные сроки голодания, то, я на собственном примере убедился, жировая масса остается так, какая и была, но руки, ноги и лицо спадают очень быстро, а вот в области живота все это дело остается, но когда вы начинаете выходить, если вы ходите правильно, если вы выходите без вот этих искусственных сладких продуктов, жиров, которых вы там приучили, да, от первых блюд я тоже отказался, ну, можно там немножечко первого блюда, знаете, там, бульончик такой там съесть, но не более того, потому что первое блюдо растягивает желудочно-кишечный тракт, так вот, когда мы выходим без вот этих вот сладостей и прочих прибамбасов, к которым мы привыкли, то мышечная масса начинает потихонечку восстанавливаться, то есть у вас восстанавливаются руки, ноги, у вас восстанавливается лицо, а вот что касается жировой ткани, которая вот так вот у нас осела на бочках, в животе, внутри живота, она будет таять, и вы постраните цели образно, то есть как вы хотели, у вас будет цель, здесь исчезнет, если же вы будете выходить на всем подряд, этот жир как был так останется еще приумножится и плюс вы там что-то наберете, а так вы будете обтачивать свою фигуру так, как вы хотите, это очень важно, сохранить пропорции, сохранить вот эту талию, сохранить жировую массу, нужную не набрать на боках, там, на заднице, на ребрах и на животе, вот, вот такие вот тайны длительного голодания я вам рассказываю, я вам рассказываю, значит, побольше гуляйте, вот, начиная с первого, второго, с третьего дня, силы, конечно, возвращаются, не сразу как бы хотелось, вот вы начали есть, и все у вас запустилось, ничего подобного, и пищеварение у вас не запустится, медленно будет входить, вы просто, если будете переедать, как в трубу набились, так же точно и вывелись, вот, пищеварение будет постепенно входить, будет входить у вас сила, жизненность тоже постепенно будет набираться, к этому не спешите, вы в течение длительного голодания, как правило, 30 дней, и вы болели, вы осознанно болели, для того, чтобы эта болезнь неожиданно на пищевом режиме на вас не набросилась, вот, и вы подумали, о, я вот и заболел, а предпосылки уже скрытые, ее были, и когда вы как раз 30 и более суток голодаете, то, тем самым, вот эти все скрытые болезни вы выводите из себя, это осознанная болезнь во имя здоровья, вы прошли, теперь на выходе из холода вы восстанавливаетесь, поэтому ведите себя как восстанавливающийся, медленно набирайте жизненную энергию, при этом, чтобы ткани строились здоровыми, ни в коем случае не берите и не есть пищу без ферментов, не ешьте пищу вареную, там, сильно термически обработанную, там, консервированную, вот я, например, ем, обязательно сделал для себя проросшую пшеничку, и теперь в салаты добавляю проросшую пшеничку, там, ну, если я еще вторые блюда особо не ел, кроме, там, отварной картошки, то туда можно добавлять ее, вот, что касается белка, то я, например, предпочитаю, чтобы это в виде сыра, в виде брынза, но брынза не соленая, запомните, слишком соленая пища, если вы ее переедите, накапливает, способствует тому, что удерживает внутри организма воду, и вы на голоде очень быстро оплывете, а это тоже нежелательно, более того, если у вас такие скрытые заболевания, как там, геморрой имелись, во время голода он исчезает, но на выходе, если пища была соленая, он обостряется, вы получите обострение, плюс, я вам сказал, если не будете делать вот этих вот свечечек, а у вас ранее там был геморрой или еще какие-то там проблемы с прямой кишкой, они не обязательно у вас обострятся, только вот это позволяет пройти все без обострения, ну, что еще вам хочу вот заметить, сказать, конечно, настроение возрастает во время выхода, потому что вы чувствуете, что вы получили новое тело, буквально такие, знаете, то, у которого у вас тамненько не было, потому что вы встаете, у вас то там болит, то сям болит, то спина, то еще, а то вы встаете и знаете, ничего не болит, просто удивительное состояние, о котором мы уже забыли, которое раньше у нас было лет в 16, в 14, там, 18, 20, встаешь, ничего не болит, голодайте с умом, выходите с умом, а я вам подскажу, и гуляйте, гуляйте и сидите у нас вот протирайте, ну, ходи на тан.: Субтитры сделал DimaTorzok